Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Вот, в принципе, ситуация мне казалась достаточно неоднозначной. То есть, вот, коллеги дают свое мнение вам, вот, я же стараюсь также ответить на ваш вопрос, вот. Надо сказать, что мое мнение будет основываться на некоторых точках зрения, вот, и, собственно говоря, у меня не будет включать в себе какой-то вот, какой-то единый ответ, однозначно, на ваши проблемы, потому что вопрос задан довольно коротко, и чтобы отметить на него действительно ли вы перегорели, и что вы вообще вкладываете в это слово «перегорело», вот, перегореть может лампочка, да, но человек перегореть, ну, я думаю, не может. Поэтому, давайте разбираться. 3 месяца назад оказалась в трудной ситуации. Точка. Мужчина поддержал. Значит, ну, понимаете, вы оказались в тяжелой для себя ситуации, и поддержка мужчины создала для вас его определенный образ. То есть, вот, он поддержал, он сильный, он поддержал, он мужественный, он поддержал, он проявил себя с сильной стороны, и, да, это очень часто вызывает со стороны женщины сексуальное влияние. Вот. Как вы дальше пишите? Желание сексуальной близости. Далее, вы пишите, он заинтересован, но больше на уровне флирта. Вот здесь у вас, знаете, очень резкий переход. Переход. То есть, мужчина поддержал, все он поддержал. Непонятно, в какой ситуации трудной вы оказались, что это была за трудная ситуация. Почему, почему вы нуждались в поддержке мужчины, и почему приняли эту самую поддержку, вы тоже не пишите. Вот. И тут же пишите, он заинтересован. Заинтересован в чем? Ну, собственно, понятно, что заинтересован в вас, но в контексте вашего сообщения, что мужчина поддержал, можно сделать такой вывод, что он заинтересован в том, чтобы вас поддерживать и дальше. Вот. Но на уровне флирта. Вот так вот это читаете. То есть, так это вот воспринимается, если прям вот не как ваш стих, ваш текст. Он заинтересован, но больше на уровне флирта. То есть, понятно, что процесс поддержки у него к вам важный интерес, но больше вот на уровне флирта, на уровне таких вот, чисто вот таких ярких, может быть, но не серьезных с точки зрения духовности отношений. Далее, вы пишите, я постепенно заинтересовалась, разгорелась, но вдруг понимала, что первоначальное желание сексуальной близости стремительно переросло в желание обычной дружбы. Ну, понимаете, вот вы постепенно заинтересовались, разгорелись, пишите вы, и вдруг поняли, что первоначальное желание переросло в потребность дружить. Смотрите, что приносит он. Мужчина вас поддержал. И в этот момент вы почувствовали, что рядом с вами мужчина. Ну вот у вас, видимо, на сенсорном восприятии, ваш эмоциональный сенсор, скажем так, реагирует на мужчину через желание сексуальной близости. То есть вот мужчина вас поддержал, он проявил себя сильным. В общем-то, вас это сразу подвигло на то, чтобы испытывать к нему сексуальный интерес. Но поддержка вам больше, например, уже не требуется. То есть вы сказали, что он вас поддержал, но не сказали, что он вас поддерживает. Значит, сейчас он уже вас не поддерживает. Из этого состояния вы вышли. Мужчина из состояния поддерживающего вас тоже вышел. И получилось так, что вы изменили оба свою позицию, изменили оба свое восприятие друг друга. Да, и вот вы поняли, что первоначальное желание сексуальной близости, которое ориентировалось именно на восприятие мужчину как поддерживающего, то есть проявляющего силу, ушло. Осталась дружба как симптом, сигнал к тому, что мужчина является интересным собеседником, интересным объектом отношений, но вот как сексуальный объект, он вас больше не интересует, вполне вероятно, потому что перестал проявлять себя так, как вас возбуждает, так, как вам хочется, так, как вам нравится. И хуже он действительно не стал. Он просто перестал быть тем, кто вызывал на вас сексуальный желание. Вы говорите, вот, хотя человек хуже не стал, не было повода. Опять же, не очень понятно, не было повода к чему, не было повода для чего, какого повода, не было. Непонятно, вот это правда, что вы в это вкладываете, что не было повода. Вот. Поэтому нет, вы не перегорелись. Просто ваш, вот, смотрите, как. Многие люди, они, по-разному, или, скажем даже так, множество людей испытывает множество реакций на одно и то же поведение. Вот если одну женщину мужчина подбежала, и она будет к нему испытывать благодарность, то есть она будет стараться ему помочь, она будет стараться его поддержать, в свою очередь, она будет стараться там все у него сделать, да? Вот. Другая женщина будет, например, его, ну, знаете, как, вот это называется механизм принижения. Она будет его принижать, потому что он выставил ее слабо. И это, несмотря на то, что, в общем-то, она нуждалась в помощь. Другая женщина, он поймет, о, он меня принесел, все, это мой муж. Знаете? А вот у вас реакция на поддержку, это сексуальное желание. Вот так вот вас мужчина, как бы определяет желанием сексуального. И это прошло у вас вместе с всем поддержкой. В плане сексуального желания, да, вы перегорели. Либо мужчина ищет другие пути, чтобы вас возбудить. Либо вы просто ходите с ним, друзья. Может быть, это страх близких отношений? Нет, не думаю. Не похоже. Нет, ну вот по тому тексту, что вы написали, не похоже. Я не буду гадать, но... Получилось так, что пока он вас поддерживал, вы разгорелись, и когда вы перестали мне даться в ее поддержке, вы поняли, что это желание больше дружбы. Кроме того, он интересован, но больше на уровне флирта, то есть вы увидели, что кроме секса ему от вас, в принципе, больше ничего не надо, а вам, может быть, хочется чего-то большего от него. То есть у вас разные ориентиры, разные взгляды и разные требования, ну, друг к другу. Вот. И, собственно, я не думаю, что вы перегорели, просто вы сменили свое отношение к нему. Да. Вот. Вглядов на вашу ситуацию может быть несколько. Значит, первое, вы действительно, как вам сказали коллеги, боитесь близких отношений. Но тогда возникает вопрос, а что для нас близкие отношения? вот мужчина вас поддерживал. Вы из этого состояния вышли. Из состояния, когда вы нуждались в поддержке. Получается, что вы довольно самостоятельный человек. Если вы довольно самостоятельный человек, то, вполне вероятно, что да, вы не хотели бы, чтобы у вас была зависимость от кого-то. Это да. И в этом контексте, может быть, вы действительно боитесь, вы боитесь пожертвовать свою независимость, свою независимость ради отношений. Да. В этом контексте, может быть, вы боитесь близких отношений. То, что у вас есть определенные сексуальные желания, которые вы, возможно, не реализовываете, которые, возможно, у вас остаются, потому что все-таки, понимаете, постепенно заинтересовалась и разгорелась, как вы говорите, это ведь могло быть и любовью. Это могло быть и чем-то еще, понимаете. Но у вас это именно сексуальная желания. И это не бывает никогда просто так. То есть, если есть сексуальное желание, значит, есть сексуальная недовлетворенность. А это значит, что вполне возможно, что у вас либо достаточно серьезный темперамент, и вы редко получаете удовлетворение в сексе от мужчины, что и, собственно, обуславливает вашу реакцию. Либо вы просто не имеете возможности реализовать все свои полностью сексуальные желания, что и приводит вот к такой реакции. Но в любом случае нельзя связывать секс, желание секса со словами заинтересовалось и разгорелость. Стремление к сексуальной близости это очень далеко от заинтересованности и скажем так состоянию разгорелости. Вот. Так что я думаю, что на ваш вопрос можно ответить именно вот так. еще раз у вас была трудная ситуация, мужчина вас в трудной ситуации поддержал и вы его восприняли как сильного и сила мужчины вас возбудила. Сам факт возбуждения называется в анализе и далее гестальт подход убираем сексуальное влечение убираем флирт убираем сексуальную привлекательность что остается? Вот помимо этого что остается? Вот на это и стоит ориентироваться. Секс и желание сексуальное к сожалению плохой советчик при выстраивании отношений. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались пишите в личку я вам помогу. Если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. спасибо. Спасибо.